Все что движется Рад приветствовать виртуальной студии Серебряного Дождя Автоэксперта Олегу Уиспову Олег, доброе утро Доброе утро, Андрей, доброе утро всем Да, ты же сейчас у нас находишься не в Москве, в Белоруссии На заводе Белджи Но об этом мы поговорим чуть позже Хотел бы вначале все-таки обнародовать буквально сегодня Коммерсант с утра написал статистику По поводу статистики ГИБДД за минувшие полгода Вообще уровень аварийности на российских дорогах За первые полугодия практически не изменился По сравнению с показателями аналогичного периода 23-го Зафиксировано больше 56 тысяч дорожно-транспортных происшествий С пострадавшими В которых, к сожалению, погибло почти 6 тысяч человек И получило ранение около 70 тысяч граждан России В течение всего прошлого года аварийность росла Из-за разворота привычного газового трафика С запада на восток страны, считают аналитики Свой вклад внес и автотуризм Сейчас, в общем-то, заметны новые негативные тренды В частности, связанные с растущей популярностью Русиан средств индивидуальной мобильности В том числе и в особенности электросамокатов Если говорить языком сухих цифр То произошло 56 тысяч 300 дорожно-транспортных происшествий С пострадавшими, это почти на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года Но при этом погибло на 0,4% больше граждан То есть почти 6 тысяч человек А вот ранено минус 2% Лидерами по росту аварийности среди российских регионов Стал Ненецкий автономный округ Плюс 57% Камчатка плюс 30% Псковская область плюс 20% Калининградская область плюс 23% Республика Алтай плюс 22% А вот среди субъектов, где напротив наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий Впереди всех Брянская область Там минус 33% Карачаево-Черкесия, Архангельская, Башкирия и Смоленская область Ну, традиционно больше всего аварий произошло в Москве Почти 4 тысячи дорожно-транспортных происшествий Со 146 погибшими Меньше всего на Чукотке 6 ДТП с одним погибшим Как ты это прокомментировал? Как ты считаешь? Все-таки с безопасностью на наших дорогах по-прежнему дела обстоят не лучшим образом Если мы, несмотря на рост количества камер Несмотря на рост количества тех же самых штрафных квитанций По итогам 23-го года мы очередной рекорд побили Все равно на дорогах у нас аварийность, мы можем говорить, не снижается существенно Как ты считаешь? Олег? О! Апассированное значение для... О! Нет, не получается у нас что-то со связью с того... Ни хорее Да-да-да, тебя не слышно Как это не получается? А, вот сейчас слышно, говори Да Да, так вот это на самом деле снижение аварийности и количество камер Это побочный эффект В общем, главная их задача, конечно, не в этом, а в том, чтобы собрать деньги И вот тут заключается проблема с моей точки зрения А то, что ты сказал про увеличение случаев ДТП в Ненецком автономном округе, да, по-моему, там на 30% или на сколько-то Это мне напомнило старый советский случай, когда две новенькие мелкие ГАЗ-24, если не ошибаюсь, выделили Ханты-Массийску, по-моему, и их было всего две И они столкнулись на одном из перекрестков, правда, не единственным Вот, собственно, ну, как ездят, так сказать, люди, это понятно Ну, смотри, я бы не кажется Статистика совсем не радует, это правда Но и не радует тот новый тренд, который мы наблюдаем Один из них абсолютно очевиден К примеру, за полгода на почти 27% выросло количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средств Причем аж на 48% выросло число погибших в подобных дорожно-транспортных происшествиях Тут, видимо, еще и учитываются те самые средства индивидуальной мобильности И это вот опять новый тренд Потому что их, к сожалению, они вносят, ну, в общем-то, негативный, скажем так, вклад в аварийность Более того, заметен скачок дорожно-транспортных происшествий, совершенных молодыми водителями То есть возрастом до 18 лет От 55 до 78% в зависимости от возрастной группы Общая аварийность с участием детей увеличилась почти на 6% Из них более тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием детей Которые управляли различными механическими транспортными средствами То есть теми самыми детскими самокатами В 795 авариях дети управляли мото-транспортом, мопедами и электросамокатами А в 699 случаях велосипедами Вот, пожалуйста То есть молодые водители стали чаще попадать в аварии Это говорит о том, что, наверное, у нас система образования по-прежнему не очень хорошо дела обстоят Но что касается симов, это обычная ситуация Когда появляется что-то новое, люди еще не привыкли, так сказать Не научились вести себя соответствующим образом И, конечно, аварийность растет Дальше, там, через несколько лет, я так полагаю Особенности есть Уже вот первые случаи есть, когда призывают к ответу Те, кто используют эти самые симы Ну, постепенно все это, так сказать, войдет в привычное русло Правда, не думаю, что мы будем наблюдать снижение аварийности Потому что, собственно говоря, и количество этих самых средств индивидуальной автомобильности Растет неуклонно Но есть еще такие забавные штуки Ну, вот смотри, я не могу понять, почему, допустим, наблюдается сразу на 21% рост числа прокидывания автомобилей Вот почему? А на 15% число наездов на животных почему выросло? Слушай, жалко, конечно, и животных тоже жалко Но я не могу это объяснить Вот с животными мне непонятно, так сказать То есть, не соблюдают правила, переходят не там, где положено Животные Да, с животными сделают Ну, и кроме того, увеличилось Животные, конечно Почти на 7% увеличилось количество наездов настоящий автомобиль И вот тут, мне кажется, можно прокомментировать это тем, что по-прежнему и традиционно У нас основным источником аварийности, по крайней мере, в Москве и в крупных городах Являются кардшеринги, те же самые таксисты Вот ведь какая штука Нет, и еще дорожные службы Могу это засвидетельствовать Потому что я ни одного, ни разу не проезжал по МСД, так называемому скоростному диаметру Чтобы справа или слева не стояли какие-то машины, которые то бордюры, так сказать, меняют То чистят их, то еще что-то делают В общем, вот это тоже беда И сколько об этом ни говорить, все равно ничего не меняется Вот они как будто живут в другом измерении И, конечно, это на самом скверном образом сказывается на статистике ДТП Да, давай сейчас прервемся Напомню, плюс 79037976333 координаты прямого эфира Вернемся через пару минут Спасибо за ваши отклики Созао Белджи В котором он объяснился, зачем, в общем-то, автомобили Джили начали выпускать под новым брендом Геннадий Смедерский Смедерский У нас есть завода БелАЗ У беларусов давняя традиция насчет машин и автомобилей Да, мы знаем МАЗ, БелАЗ, карьерные, самокровалы и так далее То есть им есть чем в этом смысле похвастаться, да? Вот, и самое интересное, что, в общем, этот проект достаточно давний Он с 2011 года существует Правда, так называемый современный завод по производству автомобилей полного цикла Это тоже натяжка Ну, потому, например, что там нет штамповки Но он выстроен в чистом поле Да, то есть они начинали с нуля Что всегда выгоднее, чем переоборудовать какое-то предприятие, которое уже имеет там стены и прочее-прочее Потому что переделывать всегда дороже, чем строить в поле И в этом смысле, да, это огромная, на самом деле, территория 118 гектаров, там будет дорог, сколько И пока на сегодняшний день есть там цех сварки, цех окраски и цех сборки Я побывал в двух цехах, ну, собственно, в окраске там делать нечего Там, в общем, кстати говоря, тоже один из немногих цехов, где стоит робот Подожди, там роботы ставят? Они варят кузова по поводу завод полного цикла, штамповки нет Но есть сварка, сварка роботами осуществляется или телферы? Значит, так и так Роботов там 27 штук Это Кука, это немецкая компания, как нам с тобой известно Да Программное обеспечение Бош И пока у них проблем, я спросил специально, не возникает с обслуживанием в том числе Пока все это работает Но плюс к тому, какие-то дополнительные там точки варят и с помощью тельферов То есть вот этими огромными такими штуковинами В цехе сборки там вообще всего один робот, кстати сказать, японский И он что делает? Он наносит клей на лобовое стекло и вставляет его Делает это достаточно аккуратно В принципе, вот то, что меня удивило, так сказать В сварке еще ладно, там можно понять, так сказать А в цехе сборки, конечно, велика доля ручного труда Это надо признать Но там полноценный конвейер, движущийся все-таки Нет, ну, понимаешь как? Там есть так называемая крупноузловая сборка Под сборка существуется отдельно Собственно, это то, что 25 лет назад я видел там у General Motors в Лансинге Они переходили на эту историю Когда отдельно собирается силовой блок, так сказать, агрегат То есть двигатель-коробка Сразу же и потом все это целиком В данном случае в Белджи на движущейся платформе Как мы с тобой это видели И раз, скажем, то же самое есть И, допустим, в Ижевске Точно так же собирается, скажем, Ларгус И там передняя панель со всеми приборами С мониторами Со всем тоже собирается отдельно А потом все это Выезжает на конвейер На конвейер там тоже своеобразно Это движущиеся дорожки Но это нормальная собственно история Правда, вот столько же ручного труда Я видел и, между прочим, в других компаниях Ну, например, Фейтон, Вольфсвагеновский Так собирался Так собирается Бентли, да, вручную практически В общем, в каком-то смысле это роднит, конечно Белджи с Бентли, можно так сказать Но, в принципе, вообще все это мероприятие На котором я вчера был и сегодня продолжил Оно связано с тем, что этот бренд наконец выходит на российский рынок И продает пока две модели Будет третий Мгрант еще седан А выпускают они две Сейчас машинки Две модели Это X50 и X70 Удивительное дело Сегодня открыл почту Смотрю, что под тем же названием X50 еще и G-Tour выпускает Выводит на российский рынок Ты его сейчас сказал У меня тоже такая же мысль Подожди, они же там выпускали GD CoolRay и Atlas Pro Да, но как CoolRay и X50 Это одна и та же машина Как Atlas Pro и X70 А Atlas Pro это X70 Но мы с тобой видели тот же самый CoolRay Ну прости, качество сборки белорусской Ну ты сам помнишь Ну там же кошмар же творилось Кстати сказать, мне сказали, что вот эти вот кронштейны, которые вылетали Это все китайская сборка Так что не исключено и это Ну послушай Да Я специально, кстати, пошел и посмотрел Как их вставляют Эти кронштейны В заднюю дверь для кронштейна Да вроде ничего Вставляют Отваливаются Интересно Да Но, конечно, ручной труд там достаточно весомо занимает в этом самом процессе изготовления И, конечно, когда речь идет о людях, которые конкретно, так сказать, работают В общем, это, конечно, не роботы Хотя на каждом участке, разумеется, там есть контроль качества Разумеется, там все это проверяется, так сказать, есть специальная АТК В общем, как-то они пытаются с этим, так сказать, справиться Интересный вопрос другой Их генеральный директор все заявлял Что он хочет снизить зависимость от китайских поставщиков Несмотря на то, что речь идет о локализации фактически китайских автомобилей Более того, он заявил, что он хочет не просто более тонко настроить производственные процессы Но и он хочет продлить срок жизни выпускаемых моделей Причем он сам признает, и это цитата Мы очень надеемся на то, что эти возможности позволят нам продлить жизненный цикл этих уже проверенных порывших моделей И конкретизировал, что в Китае жизненный цикл машин обычно не превышает двух лет Ну, это так, новость, наверное, для тех, кто, так сказать, сейчас приобретает эти машины Или приобретал их несколько лет назад Это же каким образом он собирается жизненный цикл этих машин продлевать? Это надо комплектующие менять тогда Они уже продлили жизненный цикл этих моделей, я так скажу Потому что, во-первых, X50, он же Coolray Это все-таки Coolray прошлого поколения Ну, например, с трехцилиндровым 150-сильным двигателем 1.5 Который был отвратителен И у многих там при 40 тысячах уже поршни вылетали просто из него Я всегда послушал представителей компании Белджи, которые говорили Он не отвратительный, а он как раз очень хороший, надежный И долго ходит Ну, ладно, я поверю Допустим, да Ну, вот, тем не менее Это все-таки, как ты понимаешь, прошлое поколение Конечно И в этом смысле они уже продлили жизнь, вдохнули, так сказать, новую Вот, с X70 там немножко другая история Тоже самое Atlas, собственно говоря Atlas Pro Да, Atlas Pro, совершенно верно И он в разных комплектациях С разными, кстати говоря, коробками Есть с ним ступенчатый робот И есть автомат Azin Известный нам Да Вот Но, что они делают Они там, ну, допустим, аккумуляторы Российские и белорусские Белшина поставляет покрышки Ну, это понятно Чтобы порадовать всех, да Они делают пластик Льют его, штампуют Пластиковые некие Ну, например, передний спойлер там И так далее Много таких каких-то деталей Кстати говоря, пластик выглядит вполне себе прилично Что еще? Думают о том, как бы, так сказать, наладить, так сказать, дальнейшую локализацию Но Например, со штамповкой не спешат Потому что непонятно, сколько штамповка Имеет смысл, когда, конечно, идет речь о крупных сериях Да И штампы, они сами по себе стоят Недешево, так сказать Поэтому, в принципе Площади под это имеются Сейчас они решают Я, правда, задал гадкий вопрос, так сказать На который поставил их отчасти в тупик Я говорю, а вам Вот у Тельсбор-то не возвращают, как Тольятти? Нет? Случайно Нет, не возвращают И поэтому, конечно, вот когда мы с 1 октября получим Новую ставку у Тельсбора То тут вопрос насчет дальнейшего расширения локализации Тоже станет ребром Но, в принципе, ведь речь идет о том Что белорусский, вот этот вот Белджи Где китайцам принадлежит всего 38%, кстати сказать А остальное кому? А остальное это все правительство Беларуси По сути дела Это, получается, государственная компания вообще? По большому счету, да Но просто, если так Ну, как государственная Она не государственная Потому что это ЗАО С-ЗАО Так у них называется все Где распределены доли И, соответственно, я спросил А сколько инвестиций? Инвестиции они скрывают всего общую сумму Но инвестиции, говорят, они согласны Вот этим самым процентам в участии И они выкупили лицензию у китайцев А эти две модели, да, это известно Но, слушай, утилизационность... Да, три уже А, третья какая А, еще М-Гран Хотя, М-Грант и Х-70 Пока это крупноузловая сборка Там нет такого, чтобы была сварка и так далее Их пока еще собирают по Эскади, по-моему Эскиди Так называемому циклу В общем, работает, кстати сказать Там немало народу Тысяча семьсот человек Хорошо Ну что, ты на вопрос ответ Скажи мне, пожалуйста Вот Белл, Джи, Х-50 или Х-70 Будут стоить дешевле аналогичных моделей Джили Или нет? Немножко там дешевле Если ты берешь в кредит Либо по программе трейд-ин У них специальные такие скидки есть Двести тысяч трейд-ин и кредит И двести пятьдесят Если там еще какие-то преференции Если то и другое вместе То есть одна из машин Х-50 Прошу про Джили Пику, так сказать, известному Хаврилу Да, так сказать Джилеон Он тоже стоит миллион девятьсот с чем-то Миллион девятьсот пятьдесят Это миллион девятьсот семьдесят Вот надо просто признать Что на самом деле Это машина, которая уже ушла из Китая Да? То есть уже новое поколение Они пока А как за частями? А как за частями? Вот они как собираются поставлять Обеспечивать запасными частями Эти автомобили Если эти машины уже не производятся в Китае Несмотря на покупку лицензии Ну, слушай Раз есть лицензия Есть договоренности с китайцами Которые будут поставлять Ну, те же самые двигатели трехцилиндровые Это, кстати говоря Совместная же со шведами разработка Это не только китайская история Это и шведская история Поэтому есть заводы Которые, собственно говоря Будут поставлять столько, сколько потребуется Они говорили о том Что да, мы будем локализовывать В том числе, может быть, и двигатели Но пока это перспектива весьма, так сказать, отдаленная Я понял Плюс семь девятьсот три Семь девятьсот шесть Три-три-три Таковы координаты прямого эфира Прервемся ради бизнес-новостей Под серебряным дождем Все, что движется Плюс семь девятьсот три-три-три-три Таковы координаты прямого эфира Виртуальной студии Серебряного дождя Автоэксперт Олег Осипов Который сейчас находится в Беларуси И пристально изучает БЛДЖ Но ты еще познакомился с новым Икс-семьдесят или Икс-пятьдесят С чем там? Ну, собственно Икс-пятьдесят там Особых новостей для меня нет Как ты понимаешь Вот Тем более, что Ну, я на нем поеду сегодня То есть, говоря, вчера я покатался На Икс-семьдесят Которую, повторю Там есть две версии Кстати сказать Самые дешевые стоят Два миллиона шестьсот тысяч Без копейки И самая дорогая Три миллиона сто девяносто девять Девятьсот 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 И в полноприводной модификации Там этот самый Этот трехцилиндровый Движок Уже выдает Сто семьдесят семь сил Вот И он Агрегатируется уже С Эйзеном С шестистопенчатым С автоматом В отличие от робота В принципе У меня к роботу Как, собственно говоря И у самих производителей Мы об этом говорили Особых претензий нет В общем, это достаточно надежная конструкция Как показал опыт Последние годы Нареканий нет И едва ли Помнишь, нам один из специалистов Который занимается ремонтом коробок Говорил, что Едва ли роботы сейчас ненадежнее, чем механика Что меня просто удивило В свое время По количеству отказов Это факт По количеству безотказности Роботы сейчас Там проблема в другом Многие не очень понимают Что все-таки Несмотря на роботизированную коробку Там нужно менять сцепление Потому что здесь Сцепление Там физически присутствует Как и в Механической коробки передач В отличие от автомата Это раз И во-вторых Многие путают Безотказность с ресурсом Вот это вот Абсолютно разные понятия А, кстати, сказать У X-70 Есть еще одна Удивительная вещь Это вообще Называется Так называемый Мягкий гибрид Ну и Как его угодно Можно назвать Там В общем 48-вольтовая Установка Да Установка Да Это использовал Ниссан Временно X-Trail То есть Она дает Дополнительный Крутящий момент Когда это Необходимо И поэтому Вот эта версия Она разгоняется Быстрее Чем Обычно С роботом 9,9 До сотни Это за один Разгоняется Ну и стоит Соответственно Она конечно Дороже Вот этот Так называемый Мягкий гибрид Хотя конечно Толк от этого Аккумулятора Чуть Вот Что они собираются Еще Они собираются Локализовывать Дальше По меньшей мере Там Баки топливные Ну вот это Вот все Пока Я так думаю Что они дождутся 1 октября И посмотрим Как вообще Говорят Пойдут продажи Хотя Уже В России На сегодняшний день Заключено 100 контрактов То есть 100 дилеров Которые будут Продавать Именно и только Белджи Это у них Отдельная Дилерская сеть Будет Во всяком случае Это говорит Представители В том числе И Джили Компании Так что Они Нацелены Конечно На российский рынок Но Что касается Вот ты упомянул Что коробка Сцепления То есть Блок сцепления Нужно будет Менять В роботах Да Вот этот Вот Конструкция Которая заложена В x50 И x70 Она позволяет Это без всяких Хлопот Делать То есть Целиком Вставляется Да Там Не нужно Ничего Разбирать Никаких Дополнительных Работ И Какого-то Дополнительного Времени Это не требует То есть Они подумали Ремонтопригодности Да По части Ремонтопригодности Они утверждают Что Все Лучше Чем Было Раньше Во всяком случае Но Вполне Возможно Слушай Хорошо Но Ты верно Подметил Что они ждут 1 октября Но Мы уже частично Касались Этой темы В эфире Это связано С повышением Утилизационного Сбора Тут Вышло Интервью Со многими Экспертами Я сошлюсь С экспертами Рынка Они говорят Что уже С 1 октября Когда утилизационный Сбор Вырастет Наполнительно 300 тысяч Рубля В новом Сборе Сначала Подорожает Примерно На 150 тысяч А на горизонте Двух месяцев Догонят Эти же 300 тысяч Рублей Этого мнения Придерживается В общем-то Большинство Тех Кто Сейчас Управляет Дилерскими Центрами В России При этом Они говорят Что если Вы сейчас Собираете Покупать Машину То откладывать Никоим образом Не стоит Октября Ждать Не стоит Лучше Вообще Это сделать До 1 сентября Потому что Дилеры Могут Начинать Цены Ведь Они Повышают Цены Чуть Чуть Раньше Поскольку Очевидно Что Весь Размер Утилиз Сбора Появится В розничной Цене Автомобиля Ну пусть Сначала Не в полном Объеме Но В конечном Итоге Он Дорастет Как же Тогда То же Сам Белжи Будет Продавать И так По Заоблачным Ценам А тут Получается Еще По 300 Тысяч Нужно Будет Накидывать На Каждый Автомобиль Ну По 250 Грубо Говоря Потому что Сейчас 300 А будет 556 Насколько Я Понял То есть Ну там 250 Может Чуть Больше Так Это Вот Тот Вопрос На Который Мне Директор Завода Не смог Ответ Это Естественно И представители Компании Джили Тоже Этот Утильсбор Если Не убьет Рынок Окончательно Автомобильный То Во всяком Случае Сдел Превратит Автомобиль Как раз Из средств Передвижения В роскоши Вот По той Самой Формуле Остапа Бендера Бессмертно Ну Да К сожалению И более того Ведь на самом Дело Эти Налоги Совершенно Понятно Что Немотивированные В общем Которые Кстати Тольятти Возвращают А вот Этим Производителям Ну Не возвращается Пока еще Ничего Потому что Этих баллов Накопить Невозможно Слушай Тут появилась Информация Что они Все-таки Говорят Что государство Пойдет им На встречу И будут Прописаны Некие Отдельные Условия По компенсации Утильсбора Со стороны Государства Именно Для тех Компаний Которые Сейчас Начали Локализовывать Процесс И вообще Начинает Процесс Сборки На территории России Да Потому что Даже Директор Белджи Генеральный Он Путался Немножко В цифрах Насчет Баллов Это Очень Сложная Система Которую Могут читать Только Минпомторге Как мы Понимаем Да Это Давно Пора Сделать С одной Стороны Вы Подвигаете К тому Чтобы Вкладывать Производство Чтобы Локализовывать И так далее А с другой Стороны Хотя бы Какие-то Преференции Обеспечить Людям Которые Реально Работают Я уж Не говорю О том Что Утильсбор Это Вообще Большая Фиксия На самом Деле Ничего У нас Не Утилизируется На самом Да Мы Знаем Но Понятное Я очень Хочу Побывать На Хоть На Одном Заводе Который Занимается Утилизацией По Полной Программе Не Ну Теоретически Такие Заводы У нас Существуют Наверное Вопрос В том Что Вопрос В том Что Насколько Эти Деньги Действительно Идут На Полноценное Развитие Утилизационной Скажем Так Сфер Слушай Вот Обрати Внимание Помнишь Была Такая Программа Когда Ты Сдавал Какую Нибудь Копейку Древнюю За 50 тысяч Рублей Получался Стификат Да Да Был Такой Теперь Этого Нет Есть Предложение У депутатов Они Кстати Говорят Созрели Но Пока Еще Близко Не Принято О Чтобы Вернуться К этой Программе И Это Было Понятно И Это Было Кстати Говоря То Что Называется Ориентация На Потребителя Конечного Я Понимаю Что 50 тысяч Те Которые Были Тогда И 50 Ты Сегодня Это Немножко Разные Деньги Но Тем Не Менее Что То Такое Необходимо Это Тоже Стимул Собственно Говоря И В том Читая Для Покупателя Вот А Так Все Дорожать Будет Безусловно Таскать В том Числе И Вторичный Рынок Если Раньше Ты Мог Купить Там Дастер По Жигулей Конечно И Самое Интересное Тут Есть Некий Можно Выразиться Так Положительный Момент Потому Что Мы Понимаем Что Если Растут Цены На Первичном Рынке То Здорово Будут Подниматься Цены На Вторичном Рынке Те Кто Сейчас Собирается Пригнать Машину Окажется В более Выигрышном Положении Потому Что Если Успеть Это Сделать До 1 Октября А Я Тогда Мы Должны Владеть Машиной Не Менее Чем 12 Месяцев Это Единственная Остается Лазейка Более Или Менее Нормальная Для Того Чтобы Приобрести Себе Автомобиль По Адекватной Цене Но Она Не Изменится С 1 Октября Вот Эта Лазейка Останется Да Конечно Ей Надо Пользоваться Пока Есть Такая Возможность Безусловно Конечно И Не забывайте Еще Один Момент Дело В том Что Мы Ожидаем Повышение Ключевой Ставки Центрального Банка А Это Означает Что Деньги Станут Дороже Автокредиты Подорожают И Вполне Вероятно Что Подорожает Автомобиль В целом Конечно Москвич С Автовазом У которых Брали Комментарии По поводу Повышения Утилизационного Сбора В один Голос Заявили Что Они Так Рады И приветствуют Поэтапное Повышение Утилизационного Сбора Правда При этом Максим Соколов Успел Конечно Оговориться Что Несмотря На это Мы Не Исключаем Повышение Цен На Лады В августе И в сентябре Но происходит Это Исключительно Под влиянием Инфляции Ага Если у вас Все остальное Дорожает То почему Вам не поднять Цену На свою Продукцию В кавычках Я сейчас Возьму Это слово Потому что Это действительно Продукция А не автомобиля Автомобилем Это назвать Сложно Если есть Такая рыночная Ситуация И не надо Рассказывать Там сказки О том Что Вот таким Образом Вы заставите Всех Что производить Здесь будет Кто Слушай Вот Насчет инфляции Ты в свое время Правильно Заметил Что у нас Между прочим Средняя цена Автомобиля В два раза Объезжает Инфляцию Так это Официальные расчеты Расчеты Да Она выросла Вдвое А инфляция Составляла Какой-то Мизерный процент А я помню Навизу Сиди цифры Значит Средневзвешенная Стоимость Нового автомобиля С начала года Выросла На 14% В то время Как Средневзвешенная Официальная Инфляция С начала года И я в принципе Склонен к этому Верить Составила 8,5% Вот пожалуйста Автомобили уже Дорожают Практически Вдвое Быстрее Чем Та самая Инфляция И этот темп Этот тренд Однозначен Его подстегивает То же самое Государство Тем самым Утилизационным сбором Подстегивает его Москвич Автоваз Вот эти все ребята Которые активно Пишут Минпромторг Давайте Я вчера отвечал На вопрос Нашей слушательницы Которая спрашивала Вот ее супруг Говорит купить Китайский автомобиль Она хочет Опель Мокку Значит там 14-го года За 1,3 и 1,4 миллиона Я искал Говорю берите Мокку Супруг говорит Берите запчастей Я говорю Так вот как раз таки На Мокку С запчастями Проблем никаких не будет А вот на что-нибудь Новое китайское Через 2-3 года Можно столкнуться С проблемами Запасных частей Ладно Давай Нам осталось Буквально несколько минут Я хочу еще успеть Ответить на Несколько вопросов И комментарий Наших слушателей Если позволишь Значит Ну конечно По М4 Тут съездил Наш специальный слушатель Из Обнинска Дмитрий И он хочет Поделиться впечатлением О прилетающем Мимо китайском автопроме Едут бодро Не знаю Как эти машины Поведут себя Через 5 лет А трассу М4 Хотелось бы приблизить Качество К другим платным дорогам Стоянки не очень пригодны Для отдыха Туалеты страшные Дети боятся Ну это вообще Национальный позор Нашей страны Лишь это как раз таки туалет И много участков Слияния с бесплатной дорогой Да Слушай М4 не везде Такие туалеты Вначале они остались Вот на старых участках Новые участки Которые Дальше вот Ближе Так сказать Уже За Воронежем Там По большей части Очень приличные туалеты И места для отдыха Ну пока приличные Пока их не успели загадить Окончательно Во всяком случае Я там езжу достаточно часто И кстати М4 это еще В общем Какая-никакая инфраструктура Более ли Что не скажешь Об М11 Ну там есть инфраструктура Ты зря так Все таки она присутствует Послушай Я засекал 400 километров Ни одной заправки Так на всякий случай Да Там такое бывает Ладно Скажу тебе большое спасибо Хорошо тебе Провести время Оставшиеся в Беларуси Вернуться В Москву В следующую пятницу Ждем тебя уже здесь Физически В студии Серебряного дождя Правильно? Спасибо Всем удачи Счастливо Пока Все что движется Давайте пару вопросов В конце программы Volkswagen Polo Sedan В начале пришел 1.6 Пробег 70 тысяч Заливалось масло Демитсу 5W40 Возможно переход Дозичное масло Лукойл Промпом или Газпром Промпом 5W40 Оксан Можно да Перейти Но желательно Все таки Чтобы они были Чисто синтетические Те которые Вы понимаете Они все таки С применением Гидрокрекинга Придется наверное Сменить межсервисный интервал Я бы рекомендовал Менять тогда масло Раз где-то в 5 Максимум 7 тысяч Километров Оксан Особенно Переходя на Отечественное масло Можно перейти Почему нет Но Лучше все таки Доверять импортным маслам Скажите пожалуйста Корейский и американский Рынок БУ автомобилей Сильно уступает Немецкому По состоянию этих авто Чистать и сделки По бомбокультуре Обслуживания И эксплуатации И прочим подводным камнем Остается еще какая-то Возможность Пригнать из Германии Да Из Германии Пригнать можно Что касается Рынка американского И корейского Значит Американский рынок БУ автомобилей Уступает немецкому Прежде всего По состоянию автомобилей Это связано с тем Что в Америке Мало кто приобретает машины Там берут их В основном В долгосрочный лизинг На 3 года Но вы понимаете Если у вас машина 3 года Вы заливаете только бензин То отношение к ним соответствующее Они могут зачастую И даже ТО игнорировать Поэтому Там машины Чуть-чуть хуже И огромный поток Американских машин Идет с аукционов Где их покупают битами И у нас восстанавливают У нас на этом Кстати специализировалась Ланчер Латвии и Литва Вся Прибалтийская республика Теперь по-прежнему Польша и Белоруссия Очень много битков Приходит из Америки А вот корейский рынок Как раз таки лучше Чем немецкий Дело в том Что в Корее Предусмотрена уголовная Ответственность За скручивание пробега И более того Предусмотрена уголовная Ответственность За сокрытие Факта ДТП Если вы не сообщите При продаже машины Что машина А была В дорожно-транспортном Происшествии То вы можете Торжественно Отправиться В Турму Причем Несколько лет Поэтому Корейский рынок Автомобилей Сейчас даже более Привлекательный Чем немецкий Тем более Что там представлено Огромное количество Машин Если хотите Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Я вам подскажу Куда если что Можно было бы обратиться Все За всем все Ухожу на выходные Оставляю вас С великим и могучим Доном Пабло Хотел тебе задать Один вопрос Давай Я сейчас озадачил Все вопросы Ну это не то что Прямо срочно Но вот уже много Месяцев думаю Над темой того Хочу себе взять Маленькую машину Исключительно Для перемещения Комфортного по городу И за город Так Значит выбираю между Фиат Вот этот маленький Панда 500 Да Ниссан Микро Так И Вот третий Честно говоря Я пока еще Либо Опель Мой любимый Никогда Астра Взять Такую дву дверку Либо Volkswagen Golf Думали Нет Не Golf А как он называется Такой Был спортивный Сделан Итальянское Какое-то название У него Сирокко Был Старый Уже машин Совсем Не старый Во-первых А новый Опытный Слушай Ну смотри Все эти машины Имеют достаточно Низкий дорожный просвет Вот это должен учитывать Паш Если ты говоришь О езде по загородным магистралям И у Фиата 500 И у Той же Самый Опелек Пожалуй У него Самый большой Дорожный просвет Да Но у них у всех 12-13 сантиметров То есть ты должен учитывать Это легковые автомобили Или городского использования Скорее Но я по буракам Не собираюсь Если по буракам Не собираюсь Выбирай Я бы выбрал Скорее Volkswagen Либо Opel Потому что они Ну просто Более ремонтопригодны С ним меньше проблем С запчастями Потому что Вак и Opel Это большие концерны То есть ты даже сейчас Легко найдешь На них запчасти Вот я бы к ним Наверное склонился Вот среди вот таких Вот маленьких автомобилей Значит Opel Столько лет мы дружим Значит к нему опять я вернусь Вот нам пишут Peugeot 107 Пожалуйста 135 миллиметров Ну ладно Ты свалил Наших слушателей Опять вопрос Нет Это Peugeot В школе мы его называли Peugeot Нет Ребята С Peugeot На самом деле У меня как-то не сложились отношения Вот тебе рекомендуют Посмотреть Honda Jazz Или она же Да Да И вот она тоже Очень функциональный автомобиль Надежный И функциональный В нем что хорошо Он имеет Минивэновскую компоновку И несмотря на свои Компактные Габаритные размеры Предоставляет Большое место для ног Сидящих сзади пассажиров Потому что сиденье Расположено выше И поэтому место для ног Больше чем в любом Дугом компактном Но багажник там маленький Багажник маленький Да Багажник маленький Но в таком случае Можно посмотреть Либо на кроссоверов Пельмока И у них чисто Не-не-не-не Кроссовер точно мимо Я понял Хорошо Хорошо Так Джулиан Хавал Или Q5 2.2 дизель 15-го года Ну вы знаете Мое отношение Конечно Audi Q5 15-го года Будет гораздо Лучше Volkswagen Juke Огонь тебе тоже пишет Очень хорошая Ну кстати По поводу вот нового Жука Я вот все Как-то тоже На него смотрю Облизываюсь И вот Ну меня как-то Не вызывает он доверие Симпатичная Очень симпатичная машина Но с точки зрения Экстерьера Да Вот А что касается Уж технических моментов Я не знаю Долго ли Потому что это все Сейчас глобальная Платформа MQB То есть это Грубо говоря Пола Гольф Жетто Посад И Juke Тогда как Juke или Mini Cooper Давай туда так Ох вот это Вопрос на засыпку Ты знаешь Mini Cooper Интереснее рулится Но гораздо дороже В обслуживании будет Чем Volkswagen Juke Да Вот есть такой момент Mini все-таки Чуть менее надежная марка Значит будем копить Спасибо Встречайте погружение В цифровой океан Вместе с Виктором Наоботом Я с вами прощаюсь До понедельника Хорошего вам выхода Субтитры сделал DimaTorzok